Благотворительный забег в Астане под названием «Жерегомен Женампазе, ты чемпион моего сердца», привлек тысячи людей. 4200 участников решили, что утро они проведут у павильона Экспо, поддерживая идею трансплантологии в Казахстане. Все дело в том, что 12 лет назад в нашей стране прошла первая успешная трансплантация сердца. Крупнейшая казахстанская технологическая компания Каспи Кейзет не осталась в стороне от такой великой миссии. и стала одним из двух главных спонсоров разработки уникального устройства, которое помогает в перевозке органов. Подробности уникального забега далее. Вот так забегом казахстанцы решили поддержать людей, которые находятся в листе ожидания на почку, печень, легкие и сердце. Организатор, общественный фонд «Хёрд Центр Фондейшн» назвал этот марафон «забегом, который изменит жизнь». За 12 лет под руководством Юрия Пя команда врачей осуществила 97 пересадок сердца. Крупнейшая инновационная компания Каспи Кейзет не осталась в стороне от такой великой миссии и стала одним из спонсоров разработки уникального устройства «Алем», которое сохраняет орган вне тела больше суток. Известный кардиохирург Юрий Пя поблагодарил Каспи Кейзет за помощь. Я думаю, что это говорит о том, что у нас диверсифицированное, разнообразное общество, а цель у нас одна. Цель у нас одна – это создать, я бы сказал, процветающий Казахстан. Вот если, скажем, после этого мероприятия у кого-то поменяется сознание, и случится так, что нужно будет дать согласие на донорство – это уже достижение. Супруги Боздаевы пришли на забег не просто так. Арман в листе ожидания на почку. Но ждать времени нет, поэтому он едет в Минск. Пока же открыл сборную операцию. Его супруга Жолдыс как может поддерживает мужа. И сегодня пробежала три километра. Я вместе с ней сегодня пришел. Я сам не бегаю, ну мне физически нельзя. И получается, она бегает, поддерживает. Я здесь хожу с людьми, знакомлюсь. Я тоже хочу бегать, я тоже хочу жить полноценной жизнью, путешествовать, ездить, но пока не могу. Еще один участник благотворительного забега – Есен Вайленов. Пятый год в листе ожидания на почку. Диагнозный приговор. Сегодня 10 километров пробежал уже второй год подряд. Для меня сейчас инвалидность – это справка. Гемодиализ – это процедура просто на таком уровне. Людям покажем, что надежды не теряли. Это все возможно, несмотря ни на что. Старт забега идет на дистанции километр, 3 километра и 10 километров. В этом году была добавлена новая дистанция – 1 километр. Она для тех, кто не привык бегать, но хочет выразить свою поддержку. Ее даже шли пешком, чтобы стать частью важной миссии. И 4 тысячи участников бегут по центральным улицам Левобережья, Астаны, чтобы привлечь население к проблемам трансплантологии в стране. Ведь у нас такие классные кардиохирургические центры, такие классные специалисты. И столько людей, которые нуждаются в пересадке органов. Сотрудники крупнейшей инновационной казахстанской компании «Каспий Кейзет» тоже приняли участие в благотворительном марафоне. Бежали 3 и 10 километров. Говорят, приятно осознавать, что компания, в которой они работают, поддерживает научные разработки центра сердца. Поддержать людей, которые стоят в очереди на трансплантацию. Очень здорово, что «Каспий» поддерживает спорт, здоровый образ жизни. Бежали больше как тренировку, даже не знаешь зад. Отличная погода, хорошие люди, позитивные эмоции. Для благотворительности это вдвойне, да, приятно бегать, тем более с другой командой нашей. Все заряжены, все в фокусе. Каждый участник получил медаль и стартовый набор. Организаторы говорят, что уже начинают готовиться к следующему забегу. Ведь каждый из тех, кто пришел, уже является чемпионом. Александр Подойников, Наталья Кунина, КТК.